Здравствуйте, друзья! Меня зовут Константин Рябуха и я рад вас приветствовать на своем канале, который посвящен волейболу. Очень рад, что вам понравился мой последний выпуск о трансферах и я готовлю вам уже следующее видео. Но сегодня о наболевшем. Самый титулованный клуб Украины, Харьковский Локомотив, на 95% снимается с Суперлиги. Поехали! Команда была основана в 1973 году. За 27 лет независимости, 17 раз чемпионы страны и 13 раз обладатели Кубка. Первый клуб Украины среди всех командных видов спорта, ставший победителем Еврокубка. Кубок ТОП Команд сезона 2003-2004. Это уже потом, в 2009-м, Донецкий Шахтер выиграл Кубок УЕФА. С 2015 года главный спонсор Южная Железная Дорога отказалась от финансирования. И тут начались тяжелые времена. Хотя в позапрошлом чемпионате и удалось взять очередное чемпионство на зубах. И этот розыгрыш закончить на достойном втором месте. Еще совсем недавно Локомотив отказался участвовать в Еврокубках этого сезона. А теперь и вовсе объявил, что на 95% будет играть в высшей лиге. Мы уже были в такой ситуации. 2005 год. Отказ от участия в Лиге чемпионов. Хотя имели возможность принимать участие дальше. Получили вайлдкарт. Уход всех звезд из-за отсутствия денег на их содержание. И вот теперь 2018. Прошло 13 лет и мы снова вернулись к тому, с чего начинали. Снова выбираться х**пы. Сезон 2008-2009. Когда Локомотив имел финансово способного конкурента с нормальными условиями. Где не надо было спортсменам ехать в не супер привлекательные места для жизни. Но тогда Киев из-за кризиса не вытянул свои желания. И игроки разбежались по ходу чемпионата. В остальных случаях железнодорожники всегда имели денежное превосходство. И могли себе позволить любого волейболиста. Тут проблем никаких. Локомотиву повезло с покровителем. И Виктор Николаевич Астапчук сделал для украинского волейбола многое. Жаль, что тогда ФУ не сильно поддержало его. И сейчас я о работе в федерации в те годы. Но это совсем другая история. Так вот, у Харьковского Локомотива были хорошие времена. И тут назревает вопрос. Что было сделано для развития клуба и его популярности в городе? В целом, ничего. Давайте будем откровенны друг перед другом. Менеджмент у нас находится в эре динозавра. Мы считаем Харьков волейбольной столицей. Почему? Потому что там два спортивных училища и две команды Суперлиги? Не подумайте, что я выступаю против традиций, которые накопились за долгие годы. Я помню Венгеровского и Паяркова. Светлая им память. И ни в коем случае не хочу уменьшить достижения Харьковского волейбола. Я конкретно о другом. Выйди в центр города и спроси у людей. Что такое волейбол и какие клубы играют у нас? Восемь из десяти ответят, что это игра через сетку в кольцо. А то и вовсе ничего не слышали. И на это ушли чемпионства и растрачены силы людей. Таким же успехом может похвастаться любой другой город. Людей в глобальном плане не приучили к волейболу. Из-за этого и полное безразличие. Маркохим Мариуполь, Азот Черкассы закрыли. Ну ок. Но Харьковский локомотив не попадает в сравнение с этими клубами. Хотя они тоже были значимыми для украинского волейбола. Но вернемся к нашей проблеме. За все это время команду не популяризировали на должном уровне. 17-кратный чемпион страны не отправлял своих игроков в общеобразовательные школы. Чтобы привлечь детей к этому замечательному виду спорта. А это не требует затрат. К примеру, в Европе это уже давно практикуется. Не посещали работников железной дороги. Которые в большей степени зарабатывали деньги на эту команду. Все это время вход на матчи был бесплатный. Хотя это развлечение для зрителей. Мы же платим деньги, когда ходим в кино и театр. Но люди в конечном итоге даже не оценили. Что бесплатный вход являлся как бонус для привлечения болельщиков. Железнодорожных работников и студентов. Добровольно принудительно приглашали на матчи. Привил ли такой метод любовь к волейболу? Как показала практика, нет. Они приходили отсидеть номер. А теперь и вовсе им это не нужно. Медиачасть проседала. Из игроков не делали звезд через телевидение и соцсети. А это сегодня тренд. И им приходилось делать это самим. Харьков огромный город. С населением чуть меньше полутора миллиона человек. В котором много университетов и различных развлекательных заведений. Но никто не искал малых спонсоров. Хотя можно было набить пару логотипов на форме. Локомотив всегда надеялся и держался за один поток денег. Железная дорога. Но каждая сказка заканчивается. А мы не создали популярный продукт. Да, есть красивая картинка. Титулы добытые потом. Но бизнесу этого оказалось недостаточно. Никто из этого не смог сделать бренд. Я думаю, все слышали историю этого года про польский клуб Трефолк Данс. Перед началом сезона команду покинул многолетний титульный спонсор нефтяная компания Лотос. Ситуация также была плачевна. Игрокам сообщили, что не будут препятствовать в предложениях от других клубов. Что же придумал Данс? Обратились к рауфайдингу и собрали нужную сумму для заявки. Причем очень быстро и с перебором. Имена людей, которые помогли клубу в трудную минуту, написали на футболках. Но у нас, увы, такое не прокатит. Как я говорил ранее, не накопили базу фанатов. Так что остается верить в чудо. Локомотив – это проблема всего украинского волейбола. И виноват в этом каждый приближенный к этому виду спорта. Проблема, которая показывает, на каком уровне находится волейбол сейчас. И если мы потеряем такой исторически значимый клуб, это будет удар ниже пояса, после которого уже можем не встать. Знаю, что эта история может быть интересна не всем моим подписчикам. Но об этом нужно говорить. Поэтому любите волейбол, играйте в эту игру. Всем пока! Локомотив – это наше будущее. Спонсор, найдись! Мы любим клуб Локомотив! Дорогие харьковчане, не бросайте наш клуб в виде! Я вас умоляю, пожалуйста, поддержите нас и наш клуб! Сегодня волейбольному клубу «Локомотив» нужна финансовая поддержка. И мы просим вас, всех бизнесменов, меценатов, любителей спорта, в частности волейбола, всем, кому как-то нравится спорт, оказать помощь нашему клубу. Человеки клуба «Локомотив» Харьков, любимые волейбольные команды нашего города, просим частный бизнес, а также организации нашего города поддержать любимую команду и не дать оставить наш город без команды по волейболу. Любимые дорогие харьковчане, не оставайтесь безразличными. Помогите нашему клубу волейбольному выйти на высокий уровень, поддержите его. Бизнесмены, руководители, организации, облсовет, горсовет, помогите нашему клубу взойти на большие вершины, где он был. Спасибо! Дорогие спонсоры, администрация города Харькова, помогите, пожалуйста, сохранить волейбольный клуб «Локомотив». «Локомотив» – это наша жизнь, наша история и наша гордость. Сейчас команде нужна ваша поддержка. «Локомотиву» необходима поддержка, финансовая, в первую очередь финансовая поддержка, потому что такой клуб не должен погибнуть. Это история волейбола Украины. И потерять такой клуб – это проблема всей страны. За годы независимости школу Харьковского «Локомотива» прошла большая часть успешных спортсменов нашей страны. Не дадим разрушить историю украинского волейбола. «Локомотив» – это клуб с великой историей, который неоднократно представлял Украину на международной арене. Он является, наверное, лицом украинского волейбола. Я надеюсь, эта история не закончится. «Локомотив» нас будет радовать своими победами еще. Вперед, «Локомотив», мы с тобой! «Локомотив» должен существовать. Клуб с такими традициями не должен исчезнуть. «Локомотив» воспитал большое поколение игроков, и он должен жить. Ребята, ну что вы, ну разве так можно? Клуб с такой историей, с такими традициями, который воспитал великих спортсменов, и который является визитной карточкой волейбола всей страны, может прекратить свое существование. Это не дело. «Локомотив» должен жить. «Локомотив» — это история. Ее нельзя трять. «Локомотив», держись. Очень сложно смотреть на то, как умирает спорт. И в частности «Локомотив», который был для меня всегда самой родной, самой лучшей командой. Ребята, я все равно не упускаю надежды о том, что все станет лучше, вы вернетесь в чемпионат, и даже здесь, за океаном, я буду следить за вами, за вашими победами. Подержитесь. «Локомотив» должен существовать всегда. Клуб с такими традициями не должен исчезнуть. Всем привет. Я Роман Резников, прошлом воспитанник Харьковского волейбола, и считаю, что такой клуб, как «Локомотив» Харьков, просто не имеет права на исчезновение. Поэтому все должны приложить максимум усилий и сделать все возможное, чтобы он выжил. «Локов» Не хочется верить, что такой волейбольный клуб, «Харьковский локомотив» со своей богатой историей, давший дорогу в большой спорт многим украинским игрокам, прекратит свое существование. Человеческий организм не может жить без сердца. Точно так же волейбольная Украина не сможет жить без своего сердца. Сейв Локо. «Локомотив» – это всегда высокий и максимальный цель. Ты вернешься и добьешься. Держись, «Локомотив». Хочу высказать слова поддержки волейбольному клубу «Локомотив» и всем его болельщикам. Сказать о том, что это всего лишь временные трудности, которые нужно пережить, и выйти из них еще более сильными. Сказать о том, что ни руководство клуба, ни бизнес города Харькова, мы не должны допустить исчезновения клуба с такой богатой историей. Поэтому держись, «Локомотив», мы с тобой. Харьковский «Локомотив» всегда славился своими бойцовскими качествами как на волейбольной площадке, так и вне нее. Поэтому я верю, что рано или поздно эти трудности закончатся, и «Локомотив» вернет свои лидирующие позиции в волейболе. «Локомотив» должен жить. Это клуб не только в большой истории, но и будущее для наших детей. Я думаю, вы уже в курсе тяжелейшей финансовой ситуации волейбольного клуба «Локомотив» Харькова. Давайте же постараемся привлечь как можно больше внимания к этой проблеме. Мы не можем потерять такой клуб и такую организацию. Сейвлоко. Добрый день, шановные болевальники. Добрый день, телеглядачі. На сегодняшний день волейбольный клуб «Локомотив» переживает очень важкие часы. Мы, как болевальники Харьковского волейбольного клуба «Локомотив», просим всех акционеров, всех бизнесменов помогать нашему клубу, помогать снова подниматься к вершине, представлять Украину на высшем уровне, на евроарене, и чтобы каждый болевальник Харькова, каждый маленький дитя смогло поддерживать волейбольный клуб «Локомотив» Харькова. Я поздравляю всех, всех болевальников, всех телеглядачей, чтобы вы помогли и чтобы кто-то откликнулся на наше прохание. Волейбольный клуб «Локомотив» очень просит помощи, и мы надеемся, что есть такие люди, которым нужен этот вид спорта. Волейбол – это очень интересная игра, эмоциональная, поэтому эмоции всегда будут на этой игре. Дякую за увагу. Дорогие харьковчане, наш волейбольный клуб «Локомотив» Харьков – великий клуб с великими традициями, многократный чемпион страны, многократный обладатель Кубка страны, а также обладатель Кубка ТОП Европы. Наступило непростое время, когда команде требуется поддержка. Давайте-ка поможем все вместе в команде. Команде требуется финансирование. Несмотря ни на что, мы должны оставаться вместе. Я считаю, что команда не должна умереть. «Локомотив» должен жить. Здравствуйте, любители волейбола, спорта Украины. Я болельщик волейбольного клуба «Локомотив». Обращаюсь к неравнодушным людям и бизнесменам города Харькова, которые любят спорт, волейбол, в частности, оказать финансовую поддержку в это трудное время волейбольному клубу «Локомотив». Второй раз в своей истории за 45 лет существования волейбольного клуба, который исполняется в этом году, мы оказались в такой ситуации второй раз. Первый раз это было в 2005 году. Сейчас ситуация еще хуже. Тогда мы клуб сохранили, а сейчас мы можем потерять его навсегда. Исчезнуть, как исчезают многие спортивные клубы. Ну, клубы однодневки очень много пропал. Но есть и клубы, которые имели свою традицию, историю, приносили честь своим городам. А «Локомотив» принес не только Харькова, но и Украине очень много завоеванных трофеев, будем говорить так. Я был, являясь болельщиком с 80-х годов «Локомотива». Я помню команды, которые играли в чемпионате СССР в городе Харьков, проезжали такие клубы, как «Радиотехник» Рига, ЦСКА Московская, «Автомобилист» Ленинград, «Локомотив» Киев. Это были матчи высокого уровня. Были очень хорошие соперники у «Локомотива» в чемпионате Украины. «Азот» Черкассы, «Мариупольский Маркохим», «Дорожник Одесса», «Винница». Да сейчас Львов начинает набирать силу. И мы не должны, я считаю, такой город, как Харьков. Мы потеряли металлист, сейчас возрождается. Если потеряем его волейбольный клуб «Локомотив», я думаю, нам не удастся восстановить, вернуть такой клуб, если не оказать ему сейчас поддержку. Какие-то финансовые вливания, минимальные, помогут нам хотя бы начать этот сезон, по ходу чемпионата, искать спонсоров и рассчитывать на возрождение славных традиций нашего волейбольного клуба. Надеемся на вашу поддержку и оказание помощи финансовой, чтобы не исчезнуть со спортивной карты Украины еще одному великому клубу. Большое спасибо за внимание. Только Лока, только победа.